Выступать первым то еще испытание, но так решил жребий. Впрочем, Азату Тимиркаеву не привыкать. Победитель прошлогоднего конкурса научно-технических разработок представляет новый проект внедрения GTL-технологий для производства метанола из природного газа для месторождений Большихетской впадины. Я предлагаю иметь GTL-технологии для производства метанола из собственного природного газа на месторождении. GTL расшифровывается как газ в жидкость. Это технология, позволяющая получать жидкие углеводороды, в данном случае метанол, из природного газа. Регламент традиционный. 10 минут на доклад плюс пара-тройка вопросов жюри. Инженер отдела подготовки нефти и газа Тимиркаев признается. И вроде бы стены родные, но волновался, как в первый раз. В этот раз было намного труднее, чем в прошлый раз, потому что в прошлый раз была и тема попроще. В этот раз я взял тему, к которой я практически не отношусь. Я в данной отрасли именно технологически сегодня недолго. Это чуть больше полугода. И за эти полгода мне пришлось изучить очень большое количество информации. Идет защищать свой проект и геолог находкинского промысла Евгений Шокуров. Он предлагает применять акустические датчики-сигнализаторы с целью оптимизации контроля за работой газовых скважин. Тема достаточно актуальна, как я уже отмечал во время своего выступления. Так как месторождение у нас на сегодня уже работает на третьей стадии разработки падающей добычи. И поэтому для нас, как для разработчиков, очень важно намного эффективнее извлекать то, что мы сейчас имеем. Главное требование к проектам – актуальность и возможность внедрения в производственный процесс максимально эффективно и экономично. Им есть что доказывать, и каждый считает, что именно его разработка самая лучшая. Тема моей работы была реинновация установки диетонизации и стабилизации газового конденсата. Установка, на которой я работаю. Впервые участвовал, все понравилось. Уровень организации. Очень интересная работа, приятно послушать. Мнение компетентных людей. Тема у меня была эксплуатация газа конденсатных скважин с низким буферным давлением. Посчитали эту тему актуальной. Всевозможных новаторских методов много. Большинство разработок актуальны для находкинского и пикихинского промыслов. Максим Зыков два года назад сам защищал проект на конкурсе младых специалистов. Сегодня он в составе жюри и куратор разработок. Признается, проще выступать самому. Очень большая ответственность. И в том числе ощущаю на себе все их волнения, а также свои волнения. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, гораздо сложнее сидеть и смотреть своих подопечников. Развитие научно-технического потенциала и творческой инициативы молодежи – основная цель, которую преследуют организаторы конкурса. Все разработки интересны, но по условиям конкурса необходимо выбрать три лучшие. Посовещавшись, комиссия решила третье место присвоить Рустему Хабибульну за проект внедрения автоматизированной системы диагностики технического состояния газоперекачивающих агрегатов. Над ним, признается заместитель начальника дожимной насосной станции, работал три года. Я верил в ее успешность, развивал ее, дорабатывал каждый год. И это позволило мне наконец-то поставить вот эту жирную точку. Работа готова, готов ее представить на более высоком уровне. На втором месте Владислав Зипир. Он предложил повысить контроль за разработкой газовых и газоконденсатных месторождений в режиме реального времени. Методика, она непосредственно разработана для пекинского месторождения. То есть месторождение на начальной стадии разработки. Есть определенные проблемы, которые мы сейчас решаем. И первое место, причем уже второй раз подряд на уровне ЦПП завоевал Азад Тимиркаев. Работы, которые молодые специалисты сегодня представляли, они актуальны для нашего предприятия. Работаем мы в сложных условиях, работаем с природным газом, работаем с конденсатом. И есть актуальные темы, которые для нас необходимы. На этом испытания для молодых специалистов «Ямалнефтегаза» завершены, но только не для победителей. Им предстоит доработать свои проекты до совершенства и предстоит предприятие на конференции научно-технических разработок «Лукойл» Западной Сибири. Сергей Фимцев, Евгений Сляров из Салихарда. Специально для программы от Даниловки до Повха.